Бои за Алеппо сегодня могут стать поворотным моментом во всей сирийской кампании. Ведь именно Алеппо крупнейший город, за который дерутся уже три года. Сейчас при поддержке российской авиации и иранских подразделений войска Асада уже практически город окружили, но мятежники сдаваться не собираются. Бои жесткие за каждую улицу. Исторический центр города за годы войны уже уничтожен. Именно победу в Алеппо военные эксперты называют главной целью Асада. Ведь это будет наглядным ответом тем, кто говорил о его свержении, то есть не дождетесь. Но при этом очень остро встает вопрос, а как спасти мирных жителей, как накормить и как эвакуировать тех, кто в городе остается. Мой коллега Антон Степаненко сейчас работает в Сирии, и у него вся последняя информация с ее фронтов. Сирийская артиллерия припасов не жалеет. Рельеф и так сложный, а за несколько лет, что боевики в горах Латакии и подземных укрытий они накопали немало. Но есть и другой фактор, почему сирийская армия отжимает боевиков от турецкой границы. Их просто лишают каналов снабжения. Артиллерия, пока сирийская пехота не вышла к границе, подпитку боевиков боеприпасами и живой силой из-за турецкого кордона максимально затрудняет. Взрыв своих пальцев. И не отвечают, не часто сказывается дефицит боеприпасов. По сути, операция по освобождению горл Латакии от боевиков завершается. Эта провинция граничит с Турцией. И в руках боевиков там остался лишь один приграничный городок, Кенсаба. Взяв который, сирийская армия получит реальную возможность, двигаясь вдоль границы, начать операцию по заключению в котел крупной группировки боевиков к северу от города Алеппо. В этой провинции свои громкие победы. Разблокированы города Нуболь и Захра между Алеппо и турецкой границей. Боевики пытались, но так и не смогли захватить их почти два года. Наступательные операции сирийская армия сейчас активно проводит практически на всех стратегических направлениях, не давая боевикам возможности маневрировать ресурсами. Инициатива на ее стороне, но для атакующей тактики важно не сбавлять темп, важно иметь свежие резервы. И дефицита в них Сирия, похоже, не испытывает. У него 10 детей и еще больше внуков. Казалось бы, можно спокойно столетним. Мунир Абу Фахар променял стрельковскую завалинку у своего арабского дома на советский танк. На Т-55 он будет воевать уже в третий раз. Предыдущий был в прошлом веке, в 66-м году. Не буду хвастаться, но на недавних стрельбах все пять снарядов ушли в цель. Пять снарядов, пять целей. Молодым-то такого еще потеть и потеть. По имени или фамилии его никто не зовет. В 130-й мотострелковой бригаде его называют Джет, по-арабски дед. Он оператор-наводчик, добровольец. 130-я бригада была запасной. Пару месяцев назад превратилась в добровольческую. Оказалось, что на четвертом году войны добровольцев в Сирии меньше не стало. За два месяца тренировок бригада в элитную, конечно, не превратилась. Но второстепенные задачи на фронте решить сможет. 40-50-летние мужики с сединой в бороде резвы, как молодые. Уступательным операциям, которые сирийская армия сейчас проводит практически на всех направлениях, нужны солдаты. Добровольческие роты сейчас заканчивают обучение, ускоренное обучение. И со дня на день они окажутся уже на фронте. Это их, по сути, выпускной экзамен. Офицеры довольны, подгонять не приходится. Добровольцы, во-первых, мотивированы. Во-вторых, за службу получат примерно 100 долларов боевых в месяц. Для Сирии это неплохие деньги. Семье будет на что жить, пока отец или дед на фронте. Можно было бы и дома остаться ждать, кто победит, террориста или Сирия. Но на фронте сейчас от каждого зависит не просто, как его семья будет жить, а останутся ли его близкие и люди вообще в живых. Я в армии служил гранатометчиком 37 лет назад. Тогда молодой еще был на все готов. Сейчас по умне, вы знаете, не умереть страшно. А страшно, что семью вырежут у меня на глазах, как случилось со многими моими родственниками. Поэтому я здесь. Впервые в сирийской армии в бригаде служат женщины-рядовые. В ополчении или племенных отрядах они воевали и до этого. Но вот в регулярной армии простыми пехотинцами только здесь. Я не буду сравнивать боевую эффективность рядовых мужчин и женщин, передавая покажет. Но что касается дисциплины и ответственности в плане выполнения приказов, преимущество у женщин. Армия Арабской Республики тренируется по гендерному принципу. Мужчины и женщины раздельны. Многие из этих девушек ради того, чтобы оказаться на фронте, оставили семьи. И они не сбежали. Их отпустили на эту войну. Я не раз пыталась представить, смогу ли я выстрелить человека. Это ведь неправильно убивать. Но только не террористов. К ним никакой жалости. Никакой жалости у всей бригады. И может в плане боеготовности она уступает другим частям. Но только не в надежности. Простой вопрос и наглядный ответ. Пусть поднимут руки те, у кого родные пострадали от террористов. Батальоны бригады главным образом отправят на Южный фронт, в район города Дараа. Это иорданское направление. Но один уже получил приказ выдвигаться в горную Латакию. Антон Степаненко, Артём Григорян, Первый канал, Сирия.